Нижегородцы активно готовятся к юбилею родного города. 49-й детский сад «Цветлячок» на улице Вячеслава Шишкова не стал исключением. В самом центре этого садика расцвела необычная клумба. На этой клумбе 49-го детского сада растут не цветы, а достопримечательности Нижнего Новгорода. Вот тебе канатная дорога, вечный огонь, Дмитриевская башня. Все здесь буквально в шаговой доступности друг от друга. И пока настоящие достопримечательности находятся на реконструкции, эти блещут своей красотой и помогают детям знакомиться с историей родного города. Наш город – это очень большой культурный центр России со своими традициями, обычаями, промыслами, настоящим историческим прошлым. И в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода педагоги нашего детского сада совместно с родителями участвовали в таком проекте «Мой любимый город». Мы вышли с такой идеей на родительские собрания, родители нас поддержали. Родители не просто поддержали, а активно взялись за дело. Со творцами музея стали дети и воспитатели. За два месяца коллективного труда удалось реализовать все свои задумки. Сначала мы выбрали размер, потом мы придумали, из чего мы будем делать, а потом уже кропотливо, потихоньку, изо дня в день, вот начинали вот это вот все собирать, складывать, строить, потом все это покрасили, потом это установили. И дети, когда только мы первый раз установили, дети были очень довольны, очень им нравилось. Им, конечно же, хотелось все это поближе рассмотреть. А рассматривать действительно есть что. Потрясающая точность к деталям. Создатели музея буквально продумали все до мелочей. Афиша возле театра драмы, икона на Дмитриевской башне, на стене возле вечного огня имена погибших родных создателей музея. Чкаловская лестница. Самая большая в России. В ней 560 ступеней. Она соединяет верхнюю Волжскую набережную и нижнюю Волжскую набережную. Наверху стоит памятник Чкалова, нашего лётчика, а внизу стоит катер-герой. Она очень большая и красивая. Она красивая. На ней, на верхушке, есть олень, который символ нашего города. А его рога – это две реки, Ака и Волга. А веточки на рогах – это нежногородские районы. Тебе нравится, что в твоём садике теперь есть маленькая Дмитриевская башня? Да, очень-очень. Канатная дорога соединяет две береги реки Волги, Нижний Новгород и Бор. Это такие колонны, которые ставлены глубоко в воду, а сверху натянут канат, по которым едут кабинки. А в кабинках сидят люди. Я очень часто мимо неё проезжаю. Никогда не катался, но очень хочу прокатиться. Вечный огонь – это память народа о героях, которые сражались за свою семью, то есть сражались за свою страну, чтобы защищить нас. Вечный огонь называется так, потому что он без конца горит. И я в Кремль уже ходил и буду ходить ещё. Это музей Щёлковский хутор. Мы со своими друзьями из группы и родителями ходили туда на экскурсию. Там много деревянных домов, в которых раньше жили люди. Моё любимое место, можно так сказать. Музей достопримечательности в детском саду 49 уникален и тем, что все культурные объекты в миниатюре находятся под открытым небом и не боятся ни дождя, ни снега, ни жары. При его создании это было одной из главных задач, с которой создатели музея вполне справились. Руководство детского сада заявляет смело – такого музея больше нет. И с этим фактом не поспоришь. Мария Бурова, Николай Прохоров. Время новостей.